Приморское кудо уже давно известно как в России, так и в мире. Поэтому сугубо краевые соревнования последние годы не вносят какой-то особой интриги. Добавить разнообразие местным боям решили на открытом Кубке Приморья, куда приехали кудоисты со всего Дальнего Востока. Причем самым выдающимся спортсменам здесь дали отдохнуть. На татаме новички и бойцы среднего уровня. У мужчин сегодня в соревнованиях первые и вторые номера не участвуют. А у юношей, те даже спортсмены, которые у нас отобрались в юношескую сборную, которые будут принимать участие 29 апреля в Москве на Первенстве России, по установке тренера могут на этих соревнованиях принимать участие, как стартовые и подводящие соревнования. Всего на татаме спорткомплекса «Молодежный» побывало порядка 200 кудоистов. Для профессионалов этот кубок стал подготовкой к национальной битве. А вот для спортсменов, не участвующих в дальневосточных стартах, это уникальный опыт. Есть определенный мандраж перед уже состоявшимися спортсменами. Но я думаю, что если они будут соревноваться между собой, они будут более полно раскрываться, реализовывать те наработки, которые тренерский штаб перед ними ставит, те задачи, которые ставятся. То есть реализовать их, я думаю, однозначно эти соревнования нужны. Подобный опыт получил, например, Илья Перехожев из Южно-Сахалинска. В финале он смог одолеть Никиту Харченко из Владивостокского клуба «Бастион», который, между прочим, славится своими чемпионами. Много тренировался. Также на Сахалине выступал по другим соревнованиям. Такие, как Панкоратион, смешанное единоборство. Армейский, рукупажный бой и так далее. Очень много потратил времени, хотел очень сильно выиграть. Ну, сказать честно, спарриков, конечно, не хватает. Потому что люди разные, кто-то хорошо тренируется, кто-то слабо. А вот, например, для местного бойца Максима Староженко эти соревнования не особо значимы. На Кубке «Приморец» был и в роли участника, и в роли тренера. Воспитанники подвели. А вот сам Максим без особых проблем стал лучшим в категории 250 единиц. Говорит, ему бы чемпионат покрупнее. Череда основных местных соревнований, по сути, подходит к концу. Впереди у кудеистов остались лишь первенства и фестивали по городам. Этакую точку в сезоне бойцы поставят в Калининграде на Кубке России, который пройдет уже в мае. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.